Название села Аргаш производно от старинно-тюркского слова Алгаш, что переводится как Коврак или Яма. Населенный пункт был основан 373 года назад и находится в Низине. Некогда это было крупнейшее село со статусом пригорода и населением больше 4,5 тысяч человек. Сейчас, для примера, тут проживают всего 370 душ. В селе было две церкви и духовное училище. Последний деревянный храм великомученицы Пороскевы сгорел в 18-м году прошлого столетия. На его месте сейчас мемориал воинам-освободителям и поклонный крест. Церковная община тут образовалась недавно, 3 года назад. К ней священноначалье Барышевской епархии прикрепило батюшку. И вместе они реконструировали старинный двухэтажный дом. Именно село Аргаш отличается от большинства наших сел тем, что действительно, вот здесь участие принимали, ну можно сказать, только сельчане. Особых меценатов не было. То есть вот это вот очень ценно. Очень ценно, что община, община воссоздавала историческую справедливость. Все жители села хорошо откликнулись. Вот на около миллиона рублей мы потратили на это здание. И вот самое главное, ни в ком я не нашел отказа, когда кому-то обращался с просьбой. Все те люди, которые принимали участие в создании Благовещенской церкви, пришли встретить Владыку Филарета. Были ли на этой земле ранее архиерейские службы, доподлинно неизвестно. В любом случае, этот день исторический для села. Из всего здания для богослужений выделена только одна комната. По задумке на втором этаже расположится духовно-просветительский центр и воскресная школа, чьи на освящение престола таинство очень ответственное. Оно длится около часа, по ходу которого технические действия по сборке престола прерываются молитвой. По окончании освящения Преосвященный Филарет поздравил селян с этим знаменательным событием и начал первую в этом храме божественную литургию архиерейским чином. В этот день многое в новейшей истории Аргаша было впервые, как и первое благословение всем жителям села от Владыки. Благодать Господа нашего Иисуса Христа и любы Бога и Отца и причастие Святаго Духа будет со всеми вами. Несмотря на то, что все действие проходило больше трех часов, люди не расходились по окончании богослужения, Владыка Филарет поблагодарил их за это и призвал чаще приходить в храм Божий и помогать батюшке Евгению в его послушании. Для того мы с вами совершаем службы, для того строим храм, для того, чтобы с Богом примириться и к Господу принести. Ну еще раз всех паки-паки поздравляю, желаю вам всех благ, многих долгих лет жизни, здоровья. Вот и как святые апостолы вам благословно только сказали, могу сказать, деточки, любите, да Господь помините, спаси Христа, своими отца и самостоятельно. Затем Владыка вручил самым активным членам общины архиерейские грамоты. Впереди у этих людей огромное поле работы. О грандиозных планах можно судить только по одному фруктовому саду, который посадили в этом году. Дмитрий Гулин, видеостудия Барышевской епархии, специально для Уллправда ТВ.